Акционерное общество Коллеги, мы продолжаем рассмотрение нашей темы, посвященной акциям. И давайте познакомимся с двумя понятиями. Номинальная и рыночная стоимость акций. Когда создается акционерное общество, то в уставе акционерного общества фиксируется номинальная стоимость акций. Она может быть абсолютно любой. Определяется это тем, какое количество акций компания предполагает выпустить. Если мы определили, что нам для начала бизнеса необходим 1 миллион рублей, и фиксируем уставный капитал 1 миллион рублей, и считаем, что в нашем обществе должно быть 1 миллион акций, то тогда номинальная стоимость определяется очень просто путем деления суммы уставного капитала 1 миллион рублей на количество акций, которые мы собираемся разместить, 1 миллион штук, и получается номинальная стоимость 1 рубль. И учредители компании оплачивают акции по их номинальной стоимости. Затем компания выходит на фондовый рынок, проходит процедуру листинга на бирже, ее акции начинают котироваться на бирже. И если у инвесторов есть интерес к данной компании, и эти акции пользуются спросом, то в результате этого происходит, что инвесторы готовы покупать эти акции на вторичном рынке не по номинальной стоимости, а по более высокой цене. И вот за счет интереса компании котировки акций начинают расти, и появляется у нас такое понятие, как рыночная стоимость акций. То есть это та цена, по которой эти акции можно купить на вторичном рынке. И то, что мы можем видеть на примере, скажем, российского рынка, рыночная цена акций в десятки, в сотни, а иногда и в тысячи раз превышает их номинальную стоимость. Для примера я вам могу показать, вот что такое номинальная стоимость, и что такое рыночная стоимость акций. Номинальная стоимость акций, вот я взял для примера 4 ведущих российских компаний «Транснефть», «Лукойл», «Норникель» и «Сбербанк». В уставе этих компаний прописан показатель номинальной стоимости акций, например, у «Транснефти» это 1 рубль. Но если мы посмотрим, сколько эти акции стоят на рынке, вот рыночная цена акций показана на 27 декабря 2013 года. То есть, это как раз последние дни торгов на российской бирже. И вот 27 декабря эта акция стоила 85 600 рублей. То есть, рыночная цена превышает номинальную 85 тысяч раз. То же самое мы видим и по «Лукойлу», и по «Норникелю», и по «Сбербанку». И вот рыночная стоимость, это действительно волнует и компанию, и волнует инвесторов. Про номинальную стоимость многие забывают. Я как-то читал лекции в компании «Лукойл», где сидит группа 30 акционеров «Лукойла». Когда я их спросил, а сколько ваши акции сегодня стоят на рынке, они мне сказали, с точностью до 1 рубля. Когда я спросил, а номинальная стоимость ваших акций, никто из этих 30 акционеров и понятия не имеет, какая номинальная стоимость акции «Лукойла», а она всего-навсего 2,5 копейки. И, честно говоря, показатель номинальной стоимости, он особого смысла не имеет. Вот в России показатель номинальной стоимости акций нужен только для одной единственной вещи – определить величину уставного капитала. То есть уставный капитал, как я вам говорил, это есть сумма номинальных стоимостей размещенных акций. Во многих странах допускается выпуск без номинальных акций, а в некоторых странах выпуск акций с номиналом вообще запрещен. спрашивается, ну как же они там живут, если у них нет номинальной стоимости? А у них нет понятия «уставный капитал». Есть другое понятие – акционерный капитал. У акций нет номинала. При создании акционерного общества акционеры определили, давай выпустим 1 миллион акций. Распределили эти акции между собой и говорят, давайте будем оплачивать эти акции по цене 20 долларов за штурм. Вот, соответственно, если все акционеры выкупят эти акции, у них сформируется некоторый акционерный капитал. С течением времени акции на рынке котируются, акции в цене растут, и если через какой-то период времени компания будет делать доп. эмиссию, а в тот момент акции этой компании на рынке стоят, скажем, из 20 долларов, их цена выросла, и, скажем, эти акции стоят там 50, то компания делает новую эмиссию и предлагает новым инвесторам выкупить эти акции по цене 50 долларов за штуку. Таким образом увеличивается акционерный капитал. И, наверное, это правильно, потому что вот номинальная стоимость – это какой-то анахронизм, который зародился достаточно давно, и по привычке, по инерции этот показатель, этот термин существует в российском законодательстве. Когда компания выходит на рынок и делает новую эмиссию, и продает акции, то, естественно, компания будет продавать эти акции по рыночной цене. Например, если у нас номинальная стоимость акций – 1 рубль, а акции сегодня на рынке стоят 100 рублей, то компания на рынке эти акции будет продавать именно по 100 рублей. И инвесторы, которые заинтересованы в акциях данной компании, производят оплату, покупают эти акции именно по 100 рублей. Что дальше происходит вот с этими денежными средствами, которые получает компания от продажи своих акций? Да, она получает 100 рублей, но вот чисто искусственно эти 100 рублей делятся на две части. 1 рубль – это номинал. В балансе компании будет отражен как уставный капитал, то есть 1 рубль – это номинальная стоимость, которая характеризует нам уставный капитал, а 99 рублей – это что такое? Часто слышу такую реплику – это прибыль. Вот это не прибыль, потому что с прибыли надо платить налог. А вот эти 99 рублей – это чистый эмиссионный доход компании, который не облагается никаким налогом. И вот эти вот 99 рублей в балансе компании будут отражены как добавочный капитал. Но и уставный капитал, и добавочный – это есть не что иное, как собственный капитал компании. Поэтому вот если бы у нас не было номинальной стоимости акций, то вот эти вот полученные 100 рублей в балансе компании целиком бы отразились как акционерный капитал или то, что мы называем собственный капитал. Итак, коллеги, мы познакомились с вами с понятиями номинальная стоимость акций и рыночная стоимость акций, и как эти два показателя отражаются в балансе компании. В дальнейшем мы посмотрим на процедуры, связанные с консолидацией и дроблением акций. Редактор субтитров А.Семкин